друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж мы продолжаем активно следить за тем что происходит с американским долларом потому что ответ на вопрос что с ним может произойти дальше в принципе является ответом на вопрос что может случиться также на перспективу с альтернативными инструментами рынка форекс возможно вас больше интересует евро кого-то больше интересует фунт австралийский доллар новозеландский доллар но все друзья сейчас вращается вокруг американского доллара который я в свою очередь я сейчас полностью копирует динамику американского рынка долга если обратить внимание на то что сейчас происходит с десятилетками вот в моменте друзья трежерис десятилетний корректируется с локального максимума который является еще максимум практически за последние полтора года в пятницу был достигнут уровень 1 75 сотых процента сейчас облигации котируются на отметке 1 67 очень много уже было сказано потому что происходит так с рынком долга рынок долга фактически отражает инфляционные риски и уверенность почему-то присутствующие на площадках что фрес дрогнет под этими инфляционными рисками начнет менять денежно-кредитную политику причем у нас прошлая неделя запомнилась прежде всего тем что по факту прошедшего заседания американского регулятора председатель фрс жерон пау сказал что не будет ничего делать со денежно-кредитной политикой более того если прям совсем разобрать по кирпичикам все его риторику выступления были сделаны намеки на то что сохраняющиеся понижательные риски заставляют американский регулятор не просто удерживать ставку на нулевой отметке и действовать в рамках масштабной программы количественного смягчения на 120 миллиардов долларов в месяц но и есть вероятность того что американский регулятор будучи адаптивным и проактивным регулятором на мировых рынках готов сделать больше если того потребует на ситуация главный итог прошедшего заседания американского регулятора пока не будут достигнута цели по инфляции пока не будет достигнута цель по максимально возможной занятости в нормальных экономических условиях но я имею ввиду по ориентирам индекс потребительских цен инфляции это примерно стабильность показателя в районе двух процентов что касается занятости то конечно же американский регулятор стремится к показателям по уровню безработицы ниже четырех процентов это значение которые были до пандемии до тех пор пока в макроэкономической статистике в экономическом календаре друзья мы не увидим этих цифр ничего не будет с политикой в плане ее ужесточения это было бы глупо это было бы неправильно немыслимо даже и регулятор же постоянно повторяет это пытаясь повлиять на рыночные настроения пытаясь объяснить трейдерам о том что ужесточение политики в текущих условиях было бы смерти подобно нельзя ужесточать денежно-календарную политику тогда когда власти сша реально обсуждают возможности того чтобы протащить еще дополнительный пакет экономических стимулов потому что макроэкономическая конъюнтура в целом остается довольно слабый мы разбирали с вами очень много отчетов за последнюю неделю и как вы помните в целом нам не на что было поставить в плане каких-то позитивных сдвигов я в буквальном смысле с нетерпением жду предстоящий отчет по нон фарм перлоса уже совсем скоро через фактически 200 небольших недель и по факту этого релиза будет ясно что главный сектор американской экономики рынок труда буксует поэтому сейчас мы работаем с тем друзья что доллар фактически получил потенциальный мощный пинок для снижения после того как власти сша анонсировали новый пакет экономических стимулов и сейчас это риск в том числе инфляционный он постепенно дисконтируется во всех секторах и в конце концов должен сделать национальную валюту боя более уязвимый пока у нас доллар не снижается у нас есть возможность работать с инфляционными рисками через другие инструменты золото которое продолжает держаться чуть ниже 1750 долларов за тройскую унцу но в целом перспективы остаются обычными в отношении доллара у нас есть позиция американского регулятора потому что мягкая экономическая политика останется таковой как минимум до конца 2023 года ну может быть ближе к делу конечно же сроки чуть-чуть подвинут если компании по вакцинации будут крайне эффективными к виду в итоге отступит ну в любом случае друзья это разговоры точно на конец в лучшем случае 22 года то есть сейчас нам не нужно опасаться за то что американский регулятор ни с того ни всего возьмет и сократит программу количественного смягчения то есть и без даже перспектив потенциального возможного изменения денежно-кредитной политики у доллара опять же нет шансов чтобы стать растущим на инструментом сейчас американская валюта оказалась фактически на распутье то есть все есть для того чтобы доллар снижался но есть и другой триггер который позволяет доллару сейчас укрепляться эта ситуация на американском рынке долга но сейчас облигации корректируются на этой неделе у нас три выступления паула опять же сегодня он будет говорить об инновациях в рамках американского регулятора возможно каких-то новых инструмента которые потенциально могут быть использованы а во вторник и среду он будет отчитываться о том как американский регулятор будет помогать экономике бороться с последствиями к вида поскольку на прошлой неделе фреса не смог а своими хитрыми комментариями все-таки остановить ралли американского рынка долга на этой неделе фактически вот последний шанс а у доллара точнее последний шанс а уха паула а внести ясность в то что думает американский регулятор по на рынку долга и соответственно попробовать все-таки остановить вот эту большую динамику не допуская еще большего разрастания федеральных долговых обязательств я очень рассчитываю на то что пау это сделает вопрос в студию друзья поскольку мы находимся на таком важном моменте именно касательно перспектив доллара что о нем думаете вы моя позиция вам ясна и уже не один месяц озвучиваю опять же потому что ждут все-таки снижение американского доллара но считаете ли вы на финансовых рынках какой-то иной фундамент достаточно для того чтобы оправдать последующие восстановлению очень интересны ваши комментарии пишите обязательно в секции с комментариями с большим удовольствием ознакомлюсь по остальным инструментам друзья рынок нефти в принципе ранее мы комментировали 64 доллара за баррель я жду еще большего роста возвращения выше 66 67 для того чтобы впоследствии купить сельми в районе 75 долларов за баррель почему собственно на рынок нефти продавили из-за вновь актуальных опасений связанных с третьей волной ковида практически в 16 регионах франции введен локдаун то же самое сейчас наблюдается в италии в некоторых других европейских странах германии всерьез поговаривают о том чтобы вернуться к тому локдауна который мы видели три недели назад и это очень сильно портит настроение потому что очевидно что возвращение к повторным ограничительным мерам это очень сильно негативно скажется на темпах экономического роста а перспективы нефти они напрямую зависит от того насколько активно будет расти мировая экономика потому что с ростом мировой экономики конечно же приходит и аппетит на а углеводороды и сырье я пожалуй друзья останусь в числе тех трейдеров которые оптимистично смотрят в будущее в плане борьбы человечества с ковидом и считаю что ограничительные меры даже если будут они будут не настолько жесткими как раньше и в итоге продолжающейся кампании по вакцинации принесет свои плоды и продолжаю как и ранее ставите на то что без дополнительного притока предложения со стороны страны опек плюс текущая дефицитность сырья на мировом рынке это все таки больше позитивный фактор конечно же не стоит рассчитывать на какое-то супер прорывное ралли котировок бренды WTI но на мой взгляд пока мы с вами не увидим решение опека о росте добычи на миллион полтора в целом средне срочно позитивным перспективам нефти ничего не угрожает евро против доллара 1.19 вот две недели мы в принципе вокруг да около ходим этого значения очень рассчитываю на то что все-таки больше ясности будет для доллара на этой неделе соответственно рассчитываю на рост главного валютного риска по фунту то же самое золото уже сказал цели 1750 1800 и американский фондовый рынок локально сегодня прибавляет 3900 пунктов по снп ждем а планку в 4000 пунктов этом собственно все большое спасибо за внимание всем хорошей торговой недели